ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть два фундаментальных аспекта или силы, действующие в каждом человеке. Одна из них — это сила самосохранения, инстинкт самосохранения. Это постоянное стремление строить вокруг себя защитные стены и стремление стать безграничным. Постоянная сила, выталкивающая вас за пределы, в которых вы находитесь. Эти две силы находят множество выражений. Либо в форме накопления, либо в форме желаний любого вида. То чего можно достичь? По сути, это игра двух сил. Как только вы совершаете ошибку, идентифицируя себя с чем-то ограниченным, инстинкт самосохранения побеждает. В какой-то степени он почти заставляет вас поверить, что другой силы даже не существует. Так что суть стремления к успеху в своей духовной практике заключается в том, что вся она, по сути, направлена на расширение границ, на разрушение границ первой энергии. Когда ваши энергии стремятся стать безграничными в ваших мыслях и эмоциях, и если вы отождествляетесь с ограниченными вещами вокруг вас, тогда вы создаете ненужную борьбу между двумя силами. Секрет успеха в том, что эти две силы должны объединиться. Если эти две силы не станут едины, вам не хватит энергии сломать ограничения настоящего измерения, сломать границы нынешнего измерения. Потому что сейчас все, что у вас есть, разделено. Они пытаются тянуть вас в двух разных направлениях. Это будет выглядеть, вы делаете шаг вперед, а затем шаг назад, шаг вперед и шаг назад. Если вы делаете один шаг вперед и один шаг назад, очевидно, что вы так далеко не уйдете. Может быть, это хорошее упражнение, но вы не сможете никуда прийти. Как только вы отождествляетесь с ограничениями вашего собственного тела, что вы называете расширенным телом… Расширение вашего тела – это семья, дом. Это не значит, что вы не должны их иметь. Иметь тело и идентифицировать себя с ним – это разные вещи. Точно так же наличие семьи и отождествление с ней – это разные вещи. Как только вы отождествляетесь с этим, естественно, вся ваша система начинает выстраивать стены вокруг этой идентичности, не позволяя человеку расширяться или разрушать барьеры того, кем он является сейчас. В поэме «Плач Шанкара» Что означает, как только вы идентифицируетесь со своими семейными отношениями, естественно, вы можете думать только о деньгах и собственности, о том и этом. Вы не можете думать о чем-то еще. Не надо это воспринимать как «О, да, я стал таким только благодаря моей семье». Нет. Вы не стали таким из-за вашей семьи. Из-за вас ваша семья стала такой. Не переворачивайте все с ног на голову. Это то, как вы отождествляете себя с чем-то, когда происходят определенные вещи. Ничто вне вас не может быть преградой. Это то, как мы ограничиваем себя, путь, которым мы привносим в себя, внешние ограничения. Если ваши энергии разделены, одна пытается строить стены, а другая их разрушить. Это борьба. Это бессмысленное существование. Если вы посвятите себя только строительству стен, вы, по крайней мере, сможете построить еще одну великую стену. Прошу прощения, наверное, китайская все же будет больше. Или, если вы направите все свои силы на преодоление границ, это обязательно произойдет. Есть старые барьеры, стены, которые были построены в другом месте. Их разрушение может занять немного времени. Но важно то, что вы не строите новые стены. Старые стены могут быть разрушены. Но проблема в новых стенах, которые появляются каждый день, это не то, что вы должны делать сознательно. Если у вас есть ограниченная личность, все вокруг будут строить в вас стены. Нет другого пути. Поэтому духовность приводит вас к одному. Если ваш ум привязан к ограниченным вещам, вы бессмысленно создаете напряжение в системе. Так что это очень важно, как если бы вы не отвязывали свою лодку, но продолжали активно грести. Это снова хорошее упражнение. Но вы никуда не приплывете. Если вы развяжете веревку, даже если вы не будете грести, вы хотя бы медленно поплывете по течению. Духовное путешествие не должно быть трудоемким. Оно просто должно быть разумным. Но чтобы прийти в чувства, иногда это может потребовать усилий. Не всегда, но как правило. Друзья, хочу напомнить, что если вы или кто-то из ваших близких переживает сложную жизненную ситуацию и различные проявления депрессивных состояний, посмотрите мое видео о том, как при помощи специального комплекса упражнений преодолеть эту проблему и обрести спокойствие и гармонию. Или же пройдите прямо на сайт за всеми подробностями. Я сделал все это лично сам и специально для вас. Ссылка в описании.